больше месяцев но и он видит как вы катаетесь и практика идет одновременно 25 мая у нас с вами последняя занятия у нас с вами это значит у кого будут хвосты у меня винник беспокоит наташа нормально нормально беспокоит почему винник это достаточно чтобы я же выйдет и же хоккейки пропустила понимает и когда к ним подойдешь одно тяжело конечно это не лучший математику вы сложнее они проходила не гонок что-то там как-то там не несло там много утерпнули от меня самое главное ты будешь там читать эти правила так вот 25 мая я торжественно скажу сегодня у нас последние занятия вы уже в принципе все должны были бы сдать два занятия обычно оставляют для тех кто нужно прийти сюда и просто сдать зачет 25 числа ты не справился с программой и не сдал 12 зачетов автоматически у нее хвосты переносятся дальше да у вас не помните договор на 4 или на 6 то есть у вас договор на 4 месяца у вас будет 20 дней чтобы не продлевать договор но все равно после 25 часа если у кого есть хвосты тот приходит сюда каждый понедельник и каждый пятницу 16 но через банк и каждая попытка уже будет стоить 10 рублей это пока 10 вы понимаете у экзамен будет стоить длина и один и второй понимаете вы улетаете на бар поэтому вырос вам нужно до 25 числа уложиться хорошо допустим Андрей или Настя уложили и 25 мая у них хвостов нет и допустим вы получили экзамен по теории и допустим вы еще не катаетесь допустим там еще у вас у вас работа есть вы катаете ну или допустим дали и допустим дам по экзаменам и говорю я все и Настя откатала программу все 24 часа раза так сидела ты молодец ты молодец все все зачетчики там тоже должны быть зачеты и прочее прочее вы приходите сюда и сдаете экзамен по теории ну допустим в понедельник мы не допустим а точнее когда один раз допустим в понедельник пришли в ближайшем и сдали здесь экзамен просто это специальный приход я не могу принимать и никто из преподавателей не может принимать экзамен если вы все же интересны ну и странный человек и приходит и дали здесь экзамен в понедельник сейчас надо 0-0 дали экзамен на сегодняшний день повторником у нас в 9 часов утра на сегодняшний день практика экзамен посядочка и год все по словам дали максимум неделя готовятся документы по попричание обопричание не дали документы круглезно проверяют и честно нет там есть наш самый главный мастер он принимает и по крайней мере долг у вас на то чтобы у нас не ходит естественно мы смотрим эти документы мы смотрим оплатили ли вы деньги ну чё понимаете нет мы не даем документы не оплатили бывают такие которые хитро ходят катаются ничего не платят он приходит документы я все сдал ты же не оплатил да разве я все оплатил просто вы все потеряли и таких знаешь такого людей не поверишь вот ну это наш косяк потому что нам в процессе не оплатили ну вы все потеряли а где твои плетенции я тоже потерял считаете нет сейчас ну ладно все мы вам даем документ по окончании школы в принципе мы вас уже отпускаем вы идете в ГАИ и смотрите там экзамен теория и практика там с практикой такая ситуация ну по теории просто по столу процентам там класс любое время практикой вы можете ездить на машинке ГАИ либо на нашей на которую учили ну и что вы ведете ну приходите сюда у нас это услуга да да ну да и тоже да я думаю что на своей это получше по привычке да ну что только вам пожалуйста вот сейчас говорю вы услуги услуги ГАИ стоят около 80 рублей ну вы сами права блюда на услуги у нас вся хрень понимаете и так далее так что можете уже оплачивать и так далее так что и нужно принести сюда и когда вы запомнили оплату 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 80 рублей я когда менял права я тоже сдавал я тоже сдавал я бы шесть лет назовем платил сейчас смотри идите пять тысяч и восемьсот вы слышите не учите разницу нет да да бесплатно да ну ставили только ну права бумажные стоят ну банк получать сколько столько ну так примерно сколько так заплатно можно заплатно я делаю визу за пять рублей визу за пять рублей визу 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 а ну пять рублей пять рублей пятьдесят тысяч да а здесь эта карточка права вашей восемьсот тысяч восемь ну приедешь это конечно знакомка а что делать вот ты был последний шаг ну смотрите после двадцать пятого мая тут я к хвостатым обращаюсь вы ходите сюда два раза недели сдаете эти хвосты ну сдали так что за двадцать дней он состоит этот договор а если вы не уважили в четыре месяца договор вы опять продляете договор предупреждение прошу мне продлить договор и платите за него восемьдесят восемьдесят десять и опять сдается все класс ой восемьсот тысяч за продлением договора восемьдесят трюки да за продлением договора восемьдесят трудов не блин ну за три месяца то можно вот ты же Настя сдашь двадцать пятого мая будешь допущена потому что ты серьезное дело ты хочешь это ты занимаешься а кто-то всегда то потом в конце выходит здесь приходит вот все они уже не ходят все последний недель все вот они из двадцати одного человека допущено здесь одиннадцать сейчас здесь будет ходить по пятницам и понедельник так доходило бы больше бы ну просто я бы там добрые уже так они платно ходят они платные или бесплатно уже будет платно но у них месяц тоже есть четвертый месяц ну вот же договор на четыре месяца да как только он закончится все им нужно будет предъявать договор он стоит деньги восемьдесят рублей на самом деле школы-то живут как раз за счет вот этих вот платных вещей ну но мы единственная школа которые не берут у вас деньги лицепоторные вот сейчас в процессе обучения за попытки вот ты не сдал вот по идее как вот первый зачет процесс как допустим там вы учитесь при первых занятиях четвертые занятия это зачет нормально зачет выделена колоночка зачет сдал хорошо не сдал все следующий раз выплат да 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 я не знаю но я не знаю не знаю Ну, не много школ, а всех школ – семьдесят. Какие-нибудь вопросы есть организационного характера? Зато все деньги отдали, чтобы получиться. Это все, все проблемы. Ну, я уж не говорю о том, что у вас такая ситуация. Да, вы пошли, вас выпустили. Это же не гарантия, что партитов все сдали сразу. Залеко не гарантия. Да, кому-то везет. Потому что я даже не получил права. Ну, теория как-то попроще. Мы выпускаем тех, кто уже точно так нас запросил. А практику там не угадали, что ты не раз. Что-то плохо учился, там кое-как пошел и сдал. Черт ее знает. На сегодня как-то реально не ты все ничего не делал? Да, никак вообще. Кто-то хорошо учился по теории, а на практике, на тяжелое это. И наоборот, кое-как там теория повезло, здесь вопрос уже с одной ошибочкой. А на практику пошел, с первого раза легко и не угадали. Так вот смотрите, вы практику сдали, ой, теорию сдали в ГАИ, ну потом пошли практику. Допустим, не сдали. Ну сдали площадочку, я тут площадка лягче, чем был. Так, ну вот, не сдали. Через неделю не сдали. Еще раз через неделю не сдали. Четвертый раз через месяц, пятый раз через месяц, шестой раз через месяц, прошло шесть месяцев. Вы снова сдаете теорию и опять по новому. Бесконечно. И недаром же все за деньги. Ужас. Ну и встречают наши, ну кто-то с пятого раза, кто-то с восьмого. То есть восемь это где-то, ну восемь месяц получаем. После окончания. Кто-то сажал, кто-то с восьмого. Ну, а видел парень уже, 25 раз. В 20. Он сдал потом. Я рассказал одной женщине, говорит, это наш парень врач. Я говорил же, нет? Повел группу как-то. Ну не пошли, там сдавать, потому что он на улицу такой ходит. И парень. Я говорю, что сдаешь? Ну да, ты ходишь. Ну а то будет за 30-30, ну так. Я говорю, там врач куда-то. Я говорю, какой раз? Он говорит, 25. Я говорю, в пятый? Он говорит, в 25. Не может быть. Потом в машине там уже, когда-то в разу. Ну, машину подает. Если вы не сдали с третьего раза, надо уже подумать о другом. Надо что-то. Кого-то найти мастера. Денежку. И выучиться. А потом туда идти. Чего-то тут походить. Дорос-пять раз, значит, он ходил было минимум два года. И вот, а с вами врачи знакомые говорят, ой, так это наш. Врач говорит, прекрасный врач. Отличный врач. Ну да. Ну, что-то там сдал. Ну, по-моему, врачи. Ну, поставь. 20. Это есть рекорд. То ли в Минске, то ли в Республике, не знаю точно. Но 45 и 74. Это рекорд. 74 его потом лишили. Лишили, да? Ловили только пьяну. По зоне договорения, что кто-то... То ли с Бреста, он сдавал 74 раза, кто-то сдал, получил права. Его потом пьяным словили. Второй раз. Ну, короче, лишили прав. 74 раза. Ну, это фигня. Мировой рекорд. В Японии. Загадайте, сколько раз. Ну, что цифры? То есть бабушке 85 лет. Ну, это не рекорд. Ну, рекорд, наверное. 800 раз. Может быть, там, ну, разрешается у них там не раз в неделю, а может быть, каждый день. Ну, 800 раз это так. Что это? А 74? Ну, что дальше? Что 800, что 74? Непонятно вообще. 74 раза. Еще нажал. А в работе? Я никогда не думал, что встречу человека, у которого взял 25. Никогда, думаю, не видел. 7-8, да, одна разница. Наши ребята так бывают. Причем, Катя, я думаю, хорошая девчонка, у него зарядка. Я говорю, Катя, знаешь, почему ты не сдавала? Она говорит, что она сдала. Я говорю, хочешь, я скажу, почему я здесь 3 месяца в концерте сдавала? Я говорю, вот весь, хорошее, хорошее качество. Очень общительное, очень веселое. Но оно не везде играет положительный урок. Говорю, вот, наверняка ты сидела в машине и там начинала там, когда включила женщину свою, она говорит, да. Потом, говорит, я восьмой раз, когда пошла, я тебе сказала, все, я просто серьезное. И сдала. Может быть, повезло, но тем не менее, совпадение хорошее. Меньше болтать. Спокойно сосредоточиться все. Не включать это в своей женской этом. Я говорю, мам, ой, ну что он говорит, это не надо. Они такие, все равно. Они там такие. Мужики, все, может, каждый день по 10 человек, по 20. Каждый день. Неоднократно. Они все в комнате. Ну, наконец-то, мы ждали, да. Нет, 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 мы ждали. Итак, что у нас было? Перевозка пассажиров, перевозка в месяц, да? Перевозка пассажиров, перевозка в месяц, правильно, да? Потому что пользование внешними приборами, ну как? Понятно. Ну так вот. Легко? Да. Уже ничем я могу помочь. Нет, помогу, конечно. Может, какой-то вопрос какой-нибудь. Ну, вот что его, спасибо, мы, блин, так хочется рассказать. Да? Хорошо, когда он зачет издается, раз зачет не сдал. Ну, смотрю, ну, разберемся. Разбираться. Не увидела знак. Ну, потом, когда красным загорелось, ну, точно, там же... Ну, это, блин, это вообще. Я говорю, значит, не знаешь, действительно, не знаешь этого правила. Но когда не видишь знак, ну, или какую-то разметку, ну, ребята, ну, приятно. Вот сначала смотрите, есть ли там регулировщик? Нет. Есть ли там светофор? Ну, нужен ли там? Нет. Если там знаки, потом разметку. Ну, как-то так, выстроите себе там. А когда не видите этого, регулировщик, это вообще супер. Это вообще супер просто. Ой! А тут как-то эти затерения метали. Или, допустим, она увидела регулировщика, но не увидела руку. А мне показалось, что у нее рука вверх. И вот это пассажиры. Пассажиры – это лица, не причастные к управлению транспортным средством, находящиеся в нем, на нем, либо выходящие из него, или входящие в него. Так вот, так как пассажиры тоже имеют какой-то вес, общий вес пассажиров вместе с грузом, не должен превышать норм, чтобы установлены заводами скотарителя. То есть, в принципе, вместо сидений там пять, да, вместе с водителем. Если они весят по 40, то 80, то нормально. А если пятеро весят по 200? Вот, пять на 200. Клинтона. А машинка влажает. 500-600 килограмм. Смотри. Дальше. Можно ли перевозить пассажиров в кузове грузового автомобиля? Ну, конечно, можно. Кроме самосвалки. Самосвалки. То есть опасность, что люди сами свалятся. А в кузове можно. В кузове – это вот грузовая платформа двигателя. Если этот кузов обустроен, да, специально, местами для сидений, который оборудован ниже уровня баку. Можно. Пожалуйста, запомните, не все водители, вы к ним относитесь, в своей категории Б, не могут возить, перевозить пассажиров в кузове грузового автомобиля. Им относятся только водители стажа в правильное время более трех. Вот ровно три сегодня и три нельзя, а завтра уже больше. Стаж перевозящего пассажиров в кузове должен быть больше трех. Так, дальше. Ну, естественно, в случае, в Антвалье. Антвалье, в ДСАЖ, получил права, в Антвалье, вводит, в СССР. Надо сничать. Я надеюсь, там нет уже, в ДСАЖ, да? Давайте мынем дальше. При перевозке пассажиров в кузове грузового автомобиля водитель должен транспортировать пассажиров. О чем? А вот, о порядке посадки в кузове и в кузове. Это касается только грузовых автомобилей. Как я уже говорил, можно перевозить пассажиров в кузов. Весь этот кузов оборудован специально, местами для сети. Но есть исключение и здесь. Вот правило, да, знаете, что, точно говоря, правило для чего придумано, чтобы там были исключения. Оказывается, можно перевозить лицо, которое следует за получением груза, потом его сопровождать, без специально оборудованного сидения. Но при условии, все равно, он должен не стоять, не прыгать, не бегать. Он должен сидеть, где, на чем-то, что находится ниже уровня пассажиров. То есть, временное местечко, подушка, сабуратик, еще кто-то может лежит, пол. Но он должен сидеть ниже уровня пассажиров. Дети. Дет, еще не вычитал, где ехал метро. В России собираются отменить эти пассажиров. Идет, и нация. Идет, ищет, ищет. А вы, если у мальчика, который, в милицию угнал машину родителей, и поехал в Новгород, ищет поездки, ищет поездки? Но он совсем мальчик, поездки. Ну, в принципе, я не удивляю. Сейчас, здесь. Ну, первый, пофетист. Развитет этих идут. Да, восемь лет. Ну, нормально. А, он, а ведь, в милицию посмотрел, как были с машиной, и поехал в Новгород. О, видите, зачем вы три месяца учиться читать? Зачем? Зачем? Итак, вот эти кресла удерживающего устройства, да, деда, они применяются только в легковых автомобилях. Во всех розовых, самоходных машинах, в авторах. Эти перевозятся как обычные пассажиры. Либо песни, либо на коленях. Вершеннолетние. Итак, перевозки детей электронного автомобиля, вовремя безопасности, в связи с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих версий, росту ребенка, возрасте до пяти лет, а точно тоже таких же штук, возрасте от пяти до двенадцати. Там есть, конечно, такого, да? Я не знаю. Ну, именно, говорится именно о возрасте, да. Ну, надо пяти, одни кресла могут быть, и двенадцать лет. Ну, и что? Есть исключения. Даже не будет. Если ребеночек, потом еще двенадцать лет, выше стаканных сантиметров, ему разрешают обеспечить. Ну, и на такси перевозки детей такти тоже производится без бездвежного чувства. Ну, и последнее, что там связано с детьми, в летовом автомобиле, это кинемат. На переднем сиденье перевозить ребеночка можно. И так, и так, и так, и так. Но там есть условия. Если вы его перевозите вот так, как показано на фотографии, то есть, иной, стекло в обороне, то в этом случае подушка безопасности, пассажирского, должна быть отключена. Либо идет нет. Не должна быть отключена. Если она в введенном состоянии, да, в нареженном состоянии, то тогда только лицом. Ну, это логично, потому что ни у кого не срабатывало подушка никогда. Нас и ломали. Так бьется, это ужас. Ну, это логично. Лучше носом разбитым, да, чем головой. Поэтому что-нибудь взяты. Так. Перевозка дружек детей в автобусе. Одно место, один ремонт. 20 детей, один ремонт. Единственное, при перевозке детей должно быть познавательный знак перевозки детей. Только на автобусе бывает. У вас есть вопрос. Нарушить приводитель правила верхового автомобиля при перевозке детей, если он установит знак перевозка детей. Конечно, нарушить. Такой знак только может быть в автобусе. Посадка, высадка пассажиров должна производиться после полной остановки транспортного автомобиля. И только со стороны обочин, тротуаров, либо посадочных площадок и никогда со стороны проезжих. Запрещается перевозить пассажиров вне салона, при цепах любой комфортности. Кроме пассажирских либо пассажирских прицеп, либо пассажирских полуприкадок. Вот слово пассажир, это понятно. Вот это, говорю, гармошка, автобус, это пассажирский полуприкадок. А так все, никаких ключевых прицеп. Никаких. Вот это мотоцикл. На режимном состоянии не более 400 кг. Ну, грузовой. У него есть кузов перевозка пассажиров. У него есть кузов. Кстати, у него там есть вопрос, я знаю. Есть данность про мотоцикл? Ну, я знаю. Есть. Я знаю, что многие шабоевшие хорошее смотрят. Господи, вы лет 10 раз берете. Ну, два дезаграции. Да. Дезаграции не трудно дать. Понятно, что количество людей должно соответствовать количеству людей. то идея в этом автобусе условно 30 мест за сидение и 52 стояния. То есть 80 человек вот, если это было народу владеть и должно только одну дверь. Учит 80 человек и поехали. И почему-то никого не штрафуют. Вы заметили, нет? Все переполнили автобусы утром, девчон, сейчас, здесь. Ну, как только вы едете, нарушили, у вас нет аптечки. А это же страшнее намного, а то, что бывает с таким количеством людей. Правда, государство, да? Да, 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 лучше будет. Лучше, один лезь, чем 10. Пассажиры в учебном автомобиле, конечно, исключены, безусловно. Кроме двух случаев. Не, но такого пассажирку я бы взял. У меня сумочка, потому что грошка. Итак, пассажиры в учебном автомобиле возможно при сдаче экзамена на право управления, а также при проведении контрольной проверки учебной организации. Вопросом такой и декадаться, опять же, несложно, если это вы уже слышите в четвертый раз. Да, Наташа? Да. Что касается перевозки людей на запись сидения и мопеда либо на катушке, то 12 лет запрещено. Вот это самое главное запомнить. 12 лет запрещено, это логично. Берем своего ребенка и не повезло, не говорим. Берем, бред. Кроме случая, когда мопед специальный конструктор. Домой. Полдин. Вот на мопеде специальный конструктор. Не в кресло специальное, а специальные конструкции сам на клеер. Ну, прикольно. Здесь колентарий. Вы должны быть в кресло. Ну и несовершеннолетние пассажиры никогда не перевозят от внутренних грузового автомобиля. Даша, ты не могу это понять, да? Вот я сейчас рассказал самое главное. О чем я сказал, там об этом есть вопрос. Перевозка груза. мы говорим с вами о грузе ни в которой в багажнике, там, круг какой-нибудь, ни вне, какая-нибудь сделанная. Нет. Мы говорим о грузе, который вы переводите на крыше, на внешнем багажнике. Почему? Потому что этот груз может выступать за габариты вашего транспортного впереди, сзади, справа, слева, либо в багажнике одновременно. И тут главное правило. Не запрещает грузу выступать за габариты. Это нормально. Вопрос следующий. Сколько максимум груза выступать? Да и что при этом делать? А выступать он может. Ну, а вообще переводить груз, ну, конечно, больше касается грузовых автомобилей. Правильно нужно действительно грузить, закреплять груз. Это серьезно. Это он не потому что разумеется. Потому что неправильно положенный груз это очень плохо. Неустойчивый автомобиль. Неплохо управляет. Везете груз, проверяете его передачи. Останавливаем. Смотри. Женщина очень она говорит, ну, у нас была машина, лучше же продать. Пенатировано. Очистили, вымыли, все равно делали идеально. Уже покупали. И вот мы по-видимому, посмотрим. Едем по дороге, перед нами грузовика со щебнями. Ну, щебень. И говорит, порыв ветра и какая-то кочка грузовик подскакивает. Взлетает, порыв ветра и на нас. И говорит, обземная моба подскакивает беженом в машинку. Знаете, как с автоматом. Дробь. Все разбились. все фары, окно, зеркалат, все. Ну, вот. Ну, как ехал, так поехал. Все могут остановиться. Что делать? Ну, в общем, все там все скончено. А там же недалеко было до этого мужика, ну, вот. Все, что осталось. Ну, конечно, грузовик. Он должен быть с брезентом. Это же грузовик. Ну, тут же уехал. Ну, какие номера там могут, как варя выключила. Ну, как ехал, так и все, никого нет. Можно искать, конечно, кто в этот день вез в щебень. А кто-то, кто-то. Какой. Можно эти, в принципе. Вот. Вот такое. Все, он поехал. Вот, иду. Да, это вот. Так. Так. И вот, когда груза запрещается, есть ли он? Сдают угрозу безопасности дорожного движения. Нет, крыша. Вон, видите, там впереди грузовик идет, делает пипичи. Эти блоки строительные. Видите, там грузовик идет, ну, за них нахуй. Потом мы поворачиваем налево. Это пипичи. Там стояли бы люди, машины. Ну, все, покойники. Так. Вроде бы, да, он мужик, наверное, немолодой уже. Получил бы категорию, возит этот груз, не грузовой автомобиль, пупфи губит. Раз, на повороте. Забыл. Дальше. Это называется, груз, как создает угрозу безопасности дорожного движения. Дальше. Нельзя переводить груз, который создает водитель, и куда не ограничивать в обзор. Нельзя переводить груз, который затруднит вам управление транспортным средством или нарушит его устойчивость. Нельзя переводить груз, который закрывает внешние световые приборы, световозвращательные, инфекционные, опознательные знаки, а также препятствуют распространению сигналов, которые вы можете подавать в какую-то группу. Нельзя переводить груз, который шумит, длинит, и приведет дорогу в окружающую среду. Ну, а теперь поговорим о том, что вы тут доступны. Вот, что это больше всего. Итак, груз, вы сейчас положили его вдоль в транспортном средстве. И он у вас выступает за габарит. Габарит – это вот ваша, вина вашего автомобиля. Если он наступает до метра, до метра, вам бы лиц, и все, делайте на. Если он наступает более метра, но не более двух, тогда нужен обязательно знак. Он называется крупногабаритный груз. 400 на 400 мм. если вся эта хрень происходит в темное время суток, его хрень не достаточной видимости, тогда на грузе, даже на внешнем крае, ему решатся фонари, которые светят вперед белым светом, и за красным. Но только груз, если будет выступать два и более, ровно два и более, ровно два и более, ровно два и более, нужно специально водить. Итак, до метра ничего, больше метра, но не больше двух, знак, фонарь, два ровно, и более, специально водить. Теперь мы уложили груз поперек, называется. Тоже может наступать правая и слева, но не более 1,4, то есть 40 см. Как только больше, нужен знак, вечер, фонарь. Но общая ширина не должна превышать 2 метра 55 сентября. Как только превышает 2,55, специальное разрешение. Опять, для Даши и положила доску, там, попереку, чтобы у головы не хватило, тебе наоборот. И положила не вдоль, а попереку. И наступает справа и слева. Ну, и только там, где там, не важно. То, чтобы наступать на массе. Главная норма. Вот до 0,4 это нахорошо. Это отлично. Замечательно. Ничего не нужно. Но как только больше 0,4 метра, больше 40 сентября, нужен знак. 400 на 400, он говорит, там крупно добавить вверх. Если это в темное время сутки, недостаточно. Видеус фонарик должен быть здесь и здесь. Вперед с этим делаем двадцать раз. Но общая ширина не должна превышать 2,55. Как только превышена эта ширина, превышена, нужно социальное разрешение. ну и запоминайте какие же все-таки габариты должны быть в транспортных средствах в Республике Белорусска. По высоте не больше четырех. По длине двенадцать метров должен быть ваш автомобиль. Включая прицеп. Включая потом прицеп, что там свисает. Не больше двенадцать метров. И ширина 2,55. Есть одно маленькое исключение. Есть машинки, которые в народе называют холодильники, да? Изотермический кузов. Изотермический кузов. Изотермический кузов. Изотерма это температура. Кузов. Стихники должны знать. Так вот, так как у них водильник, чтобы холод сохранялся, у них стенки толстые. Поэтому Даша разрешается быть толстее, чем 2,55. За 5 сантиметров. 2,60. Соответственно со специальным разрешением. Им может быть толщиной 2,50. А все остальные 2,50. Как только больше того или того специальное разрешение. 4,12,2,50. все. Ну и осталось у нас одна глава. 5-го зачета. 25-я. Я может быть сегодня позвоню Диане Анатолиуму забрать. И может быть четверт анадоте. Знаете, смог? Я уже говорил, что делать. Помните, да? Нужно выучить медицину и все. Там только вопросов они все смотрят. Да ладно. Выучите ее, да? 2. 2 занятия, там 2 занятия 3 вопросов соотношить. Если у нее не будут сдавать, тогда у меня. Я попросу ее. Мне все равно стараться. Напомню, что из 10 вопросов Гарин, один всегда и вы знаете, как Алина. Николай, я не забыла, если кричит от них, у него он лёжа, сидя, стоя, на голове, на руках, жёст. Блин, Настя, если тебе в этом смысле что-то не нравится, пиши письма. Пусть отменят похори. Ну а если скорую не вызвать, естественно, ну как, человек считает кровью, ну блин, надо же густо ему перевязать, ну не на горле, да. Ну высоко вы знаете, где она перебита, да, да не важно. Ну блин, перевязать выше места, с бутром. Вообще здесь все должны быть. Ну, не трудно. Дело в том, мы же как думаем, мы едем и кто-то попал в аварии. Мы же никогда не попадаем в аварии. Наши близкие и кто-то вообще не за стол. Это чужие люди так же. Это можно проехать. А если кто проехал, Вот четверо ехал, и одному и там надо с нами. Что может быть? Жить, хотя, я как-то в один день пробил три колеса. Разные. Никогда бы не подумал, что бы может быть. И вот годами не пробивать вообще ни одного никогда. А тут в один день три. Бред. Ну, уже отпустили. Я так понимаю, что вы, наверное, ну, начали. Да, я пройду. Ну, даже играть, а давайте голову вращаться. Ребята, запомните такую вещь. Я уже вам говорил. Вот в русских это законы позже. И в запах законы мы. Это когда случается то, что не должно было случиться никогда. Ну, люди же выигрывают два джекпота в один день. Два. Один-то никогда не выиграл. Мужик выиграл два двух ударей в джекпот. То есть, там, подсчитали там один шанс из двадцати восьми миллиардов. Ну, счастье, ну, и будет. Наверное. А закон, это не так, что там, если ты подумал в чем-то плохом, то это будет наслечиться. Нет, нет, смотри, это точно нет. Это случается то, что не должно быть. Закон подлости мы же говорим. В рот падает. когда мы почему-то массовым шарфом. Двадцать пятая глава. Это мы рассчитывать надо что-то уметь, соревновать. Молодец. Двадцать пятая глава. Последняя в пятом зачете. Буксировка механических транспортных сил. Пожалуйста, умоляю вас, не будете буксировкой прицепа. Это разве вообще просто, вообще. Скорости разные, условия буквы разные. при буксировке на буксиру демом всегда включается аварийно-световая сигнализация. При всех способах буксировки. А их три. Давайте посмотрим. Итак, буксировка механического транспортного средства, если кто-то не понял, это сломанный автомобиль двух средств. буксировка может производиться тремя способами. Первый. Буксировка надивкой сзади. Ну, то, что вы знаете из этого. Какой скорости максимально это делается? 50 км в час. На буксирующем что должно сиять? Включено быть. Фары. Ближнего света. вы видите, вот он. Я говорю, на буксирующем что при буксировке должно быть? Ближний свет. Фары ближнего света. Либо противотуманки, либо дневные ходовые огни. Это днем. По-отмоте, конечно, фары. На буксируемом всегда аварийность и привасит навязать. Вот, об этом очень что-то нормально. Теперь поговорим, что такое гибкое цель? Что с собой представляет? Какого материала сделана гибкая цель? Ну, это что? С гибкостью. Может быть, металлический трос. Может быть, просто веревка прочная. У всех специально даже не просто вы взяли в этот царай привез и полет не исключено. Это специально есть трос, которые продаются и которые рассчитаны на определенное количество тонн. Нельзя же для легкового автомобиля не натикать. Нельзя же поэтому каждый буксирует на определенный автономик. На определенные тонны натяжения. гибкостью. Что такое гибкостью? Это трос. Может быть, веревка. Может быть, так называемый строп. На текстуле материал такой плоский. Я сейчас все применяю. Я сразу хочу сказать, если у вас машинка будет, она у вас есть дома, посмотрите, если у вас трос, буксир. Купите, он не такой стоит, 15 рублей, если он покупал для спольной машины. 15 рублей, отличный, яркий, красивый, все на нем уже устроено, что, скажем, то должно быть какими-либо карабинчиками. Неудобно. Потому что, если вы будете использовать какой-нибудь самодельный трос, металлический, он серый, он сливается с асфальтом, потому что некрасивый и опасный. Поэтому, купите эти, хорошие. Я говорю, в машине можно подарки, знаете, делать, пыры. Итак, гибкая сцепка это веревка троса. Да? Его размеры этого троса. не меньше четырех, не больше шести. Размер но с сапогом. Ну, естественно, если вы купили его в магазине, то он уже размер там есть. Там он будет от четырех, четыре и половины, пять, шесть, до семи. Естественно, берется по-другому. Одно так. Процесса не было побольше, чтобы реакцию воспользовалась. Ну, неважно. Не меньше четырех, но и не больше семи, больше шести. четыре и шесть метров. Четыре и шесть метров. При буксировке на нем, для того, чтобы он был заметен, всегда должны быть так называемые щитки, либо флажки называть правильно. Щиток флажок. Он ни одного цвета, полосательный. Дело красное, полосательный. И размеры у него двести на двести. Так, еще раз повторяю. Гибкая степка – это веревка между двумя автомобилями. Между нормальным и сломанным. Размер у нее четыре-шесть метров. При буксировке эта веревочка должна быть обозначена. Тут заметно было. Чем? Флажки ищет? Нет. Голосатенькие они должны быть. Ни одного цвета. И количество их должно быть не менее двух. Больше можно, меньше нет. Можно хоть тысячи, но не меньше двух. Один флажок щитовый тоже будет. Нарушение товарища. Дальше, что мы еще можем поговорить? 90 пассажиров. Вот этот автомобиль белый, да? Он нормальный. Он вообще к этому не имеет никакого дела. Он просто тащит и все. Там 90 пассажиров и грузов не дневляет это вообще. Все дело в этом автомобиле. Он же сломан. Мы про него говорим. И 90 пассажиров без ограничений. Ну, смотрите, как положено, как он там и везет. А вот в буксируемых перевозка пассажиров запрещена. Но есть же исключение в ленте, о которых они все время помнят. В буксируемых могут быть пассажиры только в двух транспортных лиц. В легковом и в мотоцикле с боковых прицелях. Во всех остальных пассажирах исключены. И все будут заводить во всех автобусах, 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 ну, все остальное. Пассажиры могут быть в буксируемых только в легковом и в мотоцикле с боковым прицелем. Дальше что еще можно поговорить об этой буксировке на гиппетсе? Об опасности, которая вас ждет. На самом деле, это из трех самое опасное. Ну, и самое распространенное. Опасность в чем? Вот здесь это расстояние, это дистанция, она все время меняется. И есть опасность того, что при торможении белого красный не урежется. Вот это все опасно. А еще и веревка намотается на колеса. И так далее. Это сложно. Это действительно сложная вещь. Максимовка, механическая, транспортная, просто на гиппсцерк. То есть, у нее это у нее и у нее и у нее очень часто происходит. то и дело. Так вот, в связи с тем, что здесь расстояние все время может меняться после сутновения, в красном автомобиле должны работать тормоза при упоре. Должны. Ну, это собор. Собор. Правильно же, да? Значит, на гибкость у нас про этот мы вообще не говорим. Все, мы про нас забыли. Это нормально. Вся ячинок только об этом автомобиле. Конечно, у него должны работать рабочая тормозная система. Добегая вперед, в вашем автомобиле, да и в любом другом, две тормозов. Ну, еще третий есть, это вы, водитель. А так там две тормозные системы. Первая называется рабочая тормозная система, которую вы задействуете, нажимая на педаль тормоза. Среднюю педаль знаете, да? Это называется тормозная рабочая система. Когда вы нажимаете на педаль, вы блокируете все четыре колеса. То есть, блокируете это значит останавливаете их вращение. Еще одна тормозная система называется стояночный тормоз. Ну, ручники, вы называете в народе, да? Стояночный тормоз. Это внук, внук. Когда вы ручку вверх поднимаете, вы блокируете все лишь два колеса. Дальше. Ну, это достаточно, а вас нет, машинка не поехала. Ну, так вот, при максировке на гибкой сцепке рабочая тормозная система должна быть в абсолютно равном состоянии. Ну, что логично. Правда же, да? Дальше, по поводу рулевого управления. Должен работать у них руль, так скажем, красного. Конечно, это повернет направо-либо-налево, чтобы идти прямо, чтобы... Значит, нужно работать. Ну, тут легко догадаться. На гибкости оттуда производится эти две системы. Самое главное в автомобиле, то есть, рабочая тормозная и рулевая в системах должны быть в полнейшем порядке. Ну, то есть, у вас, значит, двигатель остановлен не работает, Вот, какого-то передачи, не заводится, машина, не задает. Не задает его всем. Ну, пока так. Хотя, я могу повторить. Ну, куда же это разночитаем? Это называется процесс буксировки на гибкой степке. Гибкая степка это верьевка. Строп, верьевка. Разрежу, 4-6 метров. При буксировке на этом тросе должно быть установлено менее двух флажков щеков. Они не одноцветные, не желтые, не оранжевые, они красно-белые, полосатые. И воскопассажиров допускаются только в летковых автомобилях и в мотоциклах сбоковые. Аварийно-световая сигнализация на этом ближний свет. тормоза и руль должны обязательно работать в сломанном автомобиле. И опасность, вот, единственная здесь опасность. Верия постоянно сближается. Это, если затормотил, не дай бог. Поэтому опытный самый водитель. Сидит вот здесь, а не здесь. Иди только на, нажимай на тормоз и все. Ну и рули. Ни о чем не должен, что тебе думать? Тебя тащат, ты не управляешь. А у него, главное, движение. Аккуратненько остановиться. Низи скорость, где положено, ну, сообразить и так далее, и так далее. Есть опытный водитель? Есть. То есть, если есть звук, убирать, то вот здесь главное. Ну, здесь тоже непросто, конечно. Здесь ему сложнее. Он больше думает. Вы-то ничего не думаете. Смотришь только, чтобы не въехать, а и все. Кармозаторная работа. Рулевое управление должна работать. Ну и еще одну вещь, об этом запомнить. При головолевец, естественно, буксировка на гибкой сетке запрещена. Тут тоже логика есть. Это хорошие тормоза, там где-то попал на асфальт, чистенький, затормозила ты. Вроде бы, давишь на тормоза, все работает, но на эту тачку. Поэтому, запоминайте, буксировка на гибкой сетке в головолевец в условии головолевец запрещена. Тут тоже логично. Перед всех остальных там оставшись одну способом. на другую минуту. Дальше. Жесткий ассет. Только жесткий ассет. Это между автомобилями, теперь, либо труба, какая-нибудь, железя, которая уже не дает автомобилям, не дает автомобиля. Тут задали мне, что уже классно. Из этого вывода. Если автомобили уже не сталкиваются, значит, в буксировом автомобиле что может не работать? Тормоза. Правильно же, да? Ага. Ну, там есть одно норм. Тормоза могут не работать только при одном условии. Если вес этого автомобиля меньше половины вот этого, буксирующего, то логично, опять же. Если он будет тяжелым, это полегче. То этот затормозил, а этот своим весом его отстанет здоровьем. Это логично. Тормозами он, если он весит половину, либо больше, должны работать. А если он весит меньше половины, могут не работать. А если он весит ровно половину, либо больше, должны работать. Это сложно за то. Сначала нужно понять, почему. Кто легко запоминает? Это не просто там тяжелую, не тяжелую. Почему? Здесь должны заработать тормоза, если он весит ровно половину, либо больше. Конечно, потому что он с моим весом безопасно. Если он весит меньше половины, можно и тормоза. и по поводу рулевого управления. Дело в том, что жестких цепков будет двух. Я это назову обычная, а есть еще вот такая. Буква 4 В. Победа. Они очень отличаются. Во-первых, запомните их размер. Тут обычная, вот эта бутылочка В, они длиной 4 метра. Меньше можно, больше нет. 4 метра. Меньше можно, больше нет. Вот в народе вот это шоферинге называют эту штуку казак. А на самом деле это устройство, которое обеспечивает движение сломанного автомобиля по каритории ухсилующего. Это фишка вот в чем. Вот эти, да, вот эти вот крепления, вот эти два, они крепятся на колесах словно на автомобиле. Вот он натягивает. И когда поворачивает буксирующий, он поворачивает колеса буксируемые. Ну, даже этого дядечка может и не быть. Зачем он там нужен? Если он крутится сам. Нет, но если он весит больше при буксирующем, то он должен чтобы нажимать накидать вовнутый. Итак, жесткая степь. Ее длина четыре метра. Не больше. Не меньше можно, больше нет. При обычной сцепке, конечно, у водителя должны работать тормоза. Мы сейчас говорим только про буксируемые, сломанные автомобили. Должны работать тормоза, если он весит ровно половина, либо больше. И обязательно должно работать рулевое управление. Обязательно. Если они используют устройства, которые обеспечивают движение буксированного автомобиля по траектории буксирующего, то тогда условно автомобиля могут не работать рулевое управление. Не пустая. Потому что колеса поворачиваются сами. Ну и про тормоза понятно. Если он весит меньше половины, то тормозов нет. Если половина ровная, либо больше, тормозы должны быть. Ну и последнее. Буксировка путем частичной портуры. Набуксируем обязательно АССР, и муксируем обязательно ближний свет. Ну и вот мы говорим про пассажиров. Что допускается пассажиры в легковом и в мотоцикле с благовым двигателем. Так вот при буксировке путем частичной подростки здесь не должно быть вообще никого. А что там делать? Там не синих в смысле? Потому что эта машина может оторваться. Ну это опасно. Вот эти тросы ровные. Ну и здесь конечно же не должно быть на платформе буксирующего никаких путем частичной подростки. Вот если бы у вас буксировали сидели бы люди например можно по-другому не сложно. Ну это самослав да. Ну говоришь что допустим здесь были люди а там для них только положено да только вам показывают а вот в этом в этом случае в частичной подростке здесь на платформе никого не подводят. Здесь пожалуйста не должно быть ни пассажиров ни водя. Никогда. То логично. Ну и когда буксировка производится путем частичной подростки когда запускается неисправность вообще всех систем вообще вот между колеса вот это самое удобное и безопасное для буксировки. Так это что займем дальше. Пассажиров я уже сказал. Пассажиров буксируем не должно быть. Кроме легкового и мотоцикла с боковой двигателя. Ну давайте повторим. Это жесткая сцепка обычная. 3 метра нет. Вот сейчас в этом троллейбусе никого нет. Кроме водителя который крутит руль ну и нажимает на тормоза. Наверняка он весит больше половины это тоже жесткая сцепка длиной 4 метра. Здесь водителя нет. Почему? Потому что это он крутит руль а он весит меньше половины. И пассажир вот такие должны быть. Ну я так просто как говорю. Знаете о чем это водит? Попробовать другую машину. И большие такие. Ну давайте здесь. Вот здесь сейчас водитель есть? Для чего он там? Чтобы крутить руль в первую очередь. Потому что вот эта штука не обеспечивает поворот колеса. И еще может для чего? Для того чтобы нажимать термос. Потому что он весит половину или больше вот этого. Теперь здесь водитель есть? Нету. Потому что эта штука обеспечивает поворот колес. И потому что он весит меньше половины вот этого. Но пассажир здесь тем более не он может здесь не быть водителем. Он не нужен. руль поворачивается сам и весит он меньше. Например и весом и весом ну вот это мы повторяем что-то называется гибкая сетка. 4-6 сетка. Не менее двух щитов за что в колосатике. Здесь могут быть пассажи. Должны работать и тормоза. рулевое управление. Русская сцепка обычная. 4 мм. Здесь тормозов нет. Потому что он весит меньше половины. Или здесь тормоза должны быть. Если он весит половину либо больше половины вот этого. Руль должен работать. сцепка при буксировке на гибкой сцепке естественно в буксировке должно работать рулевое управление и рабочие тормоза сцепки. Обычная жесткая сцепка должен обязательно работать рулевое тормоза если он весит меньше половины этого значит ровно либо больше должны работать тормоза коза ну вот здесь он весит больше половины значит должны быть тормоза ой меньше тормоза значит у него нет тормоза как у вас тормоза придумывают крутить меньше половины значит у него могут не работать тормоза более того может не работать рулевое управление потому что тормоза здесь никого нет потому что весит мало и коза а здесь уже больше половины да еще и коза значит он обязательно должен быть чтобы крутить руль и нажимать на тормоза все так не работает мне кажется сидел бы здесь медведь и он уже доходит уже все понятно да дальше частичная подростка допускается неисправно сем чего угодно прыгают колеса но здесь никого не должно быть ни водителя ни посадок дальше запрещается буксировка с больше шести меньше четырех больше четырех тормоза работать не работать все понятно будет пассажиром что он там делает дальше запрещается буксировка на гибкости и головедица не трудно догадаться именно головедица и в снегопад снегопад можно да бред вот для водителя вот для конечно спорта снег нет он уже не скользит он же первый только на гибкой цепке говорить на жесткой цепке а ну вот затормозил розовый молодец а этот ну вот на жесткой цепке можно причем частичной тем более дальше запрещается буксировка автопоезду автопоезд любой автомобиль димоколесный трактор спресс ну то есть здесь не трудно догадаться вообще запомните нельзя буксировать два транспортных средств только одно ну автопоездом уже два он уже буксирует пиксирует 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 дальше ну это вы знаете есть такое понятие как одноколейное транспортное средство не относится велосипед в ответ мотоцикл без бокового двигателя так вот ими нельзя буксировать и их нельзя буксировать неустойчиво два конца одноколейными транспортными средствами одноколейными транспортными средствами можно буксировать только рецепт промышленный производ причем запускается буксировка македом велосипедного может быть вы видели ну даже их видно да полмашины то есть прицепы это стоит больше вашей машины два раза это все секретные дела это такая дорогая ваше ага мотоцикл лежа ага 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 дальше вот здесь самый главный интерес вы уже катаетесь на машинках я же вас спросил вы по сцеплению уже знаете я уже рассказывал по сцеплению не удалось хорошо придется вам не рассказали по сцеплению что-то работает а я вы знаете у нас сегодня время есть я вам расскажу как работает сцепление вам он должен вам показать даже видео как работает сцепление я сегодня вам расскажу посмотрите вы катаетесь на машинке очень легко культируют правда не культируют коснулись педали тормоза на чик остановились легко все а иногда бывают такие машинки где там затормозить что же обеспечивает вот это легкое покручивание руля есть оборудование которое называется гидроусилитель они бывают двух видов самая специальная гидроусилитель это с помощью жидких и вакуум значит сжатый воздух вот они сжатый воздух и гидроусилитель жидкий всегда помогает легко вручить и нажимать на культуру в чем этих нацелителей в том что они работают только тогда когда у вас заведен ну допустим у вас двигатель не работает значит считается что если гидроусилитель есть и у вас двигатель по каким-то причинам не работает значит у вас нет ни рулевого управления ни тормоза значит на гибкой сцепке такой автомобиль к сожалению гидроусилитель нельзя только не надо говорить востоке все же моксируются по дороге таскают зимой заводят сверёвки да это запрещено запрещено купить же тоже нельзя должно быть и так напоминаю это запомните пожалуйста для того чтобы легко крутился руль и легко нажимать на передачи тормоза машина должна быть заведена вот как только на слой бензин закончился все руль уже будет очень тяжело крутить на сторону значит это нужно считать что их у вас нет они сломаны значит на гибкой сцепке невозможно делать можно только на жесткой либо путем частичных вопросов угол еще там есть один некорректный вопрос ну допустим у вас руль тормоза работают только тогда когда работают усилитель а он двигатель у вас остановки таким способом можно фуксировать и вы пишете путем жесткой сцепки в этом варианте если он весит меньше половины как положено а на самом деле там разрешается путем жесткой сцепки на жесткой сцепке без всяких этих условий потому что ну это некорректный вопрос на самом деле потому что запрещается путем наберет но разрешается жесткая сцепка и путем частичных погруз разрешается а вот там детали что он весит меньше половины в этом вопросе как бы не берется во внимание я не понимаю почему развлекает ну ладно разберетесь потом итак пожалуйста запомните и вот это вот пусть вас не сбивает там вакуумный видро они работают когда работает у вас двигатель у вас вопрос такой есть если ваша машинка работает на холостом ходу если у вас рулевое управление в рабочем состоянии и тормоза ну конечно есть вы же любите работать только холостой ход это когда вы завели машину бензин горит ресурс расходуется но вы не едете но зачем вы стоите только непонятные довели но тормоза есть потому что работают усилители я могу вам рассказать чтобы оно понятно вакуумный усилитель устроен следующий образом там баллон сжатым воздухом он считается вот смотрите у вас автобусы троллейбуса иногда он вакуумный усилитель он воспользуется тормозами расходует какое-то количество воздуха он поднимает педаль он выходит чем хорош вакуумный даже когда двигатель перестал работать у вас есть какое-то количество жатого воздуха и допустим еще можно нажимать педаль тормоза еще раз стоп вы еще можете ехать и он работает отлично на практике так и есть но для вас теоретически считайте что он не работает он почему он на автобусах перевод среди людей понятно что транспорт надежный даже когда двигатель остановился тормоза должны работать поэтому там сжат его вакуумный в вашем автомобиле конечно будет но вы не бойтесь даже если как селом тормоза машине там двух конкурсов не будет работать два оставших не будет одно колесо три будет там все очень надежно тормоза но это не значит проверять тормоза смотреть надо итак буксировка на гибкость цепки запрещена если ваш автомобиль оборудован гидроусилителя и в это время у вас не работает двигатель потому что работает зависит от того работает двигатель либо нет не будет трех не 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 Ну, здесь тоже это маленькое исключение. Запрещается боксировка двух и более. Я еду, смотрю, Андрей станет. Снимает руку, говорю, ну, сама. О, Василий Иванович, ну, помогите. Ну, он же знает правила. Ну, я его тащу. Смотрю, даже Настя, тоже сама. Я говорю, ну, надо выводить, вытащите. Вы же Андрей тащили меня за мной. Я говорю, так нельзя же два. Два! Приводит, как ты права получила, Настя? Но есть исключение. Вот это сиденье и тягач. Ну, фура. Сиденье и тягач. Запомните, и пользуйтесь себе этим, ты словно. Ну, там. А? Умным, да. Сиденье и тягач. Ну, фура, ну, нет, правило вслопу. И пользуйтесь им. Ну, фура, нет. Его можно сиденье и тягач стащить. Хотя это два. Сам тягач, вот он, и полуприцеп. Можно, почему? Ну, только на жесткой шляпке, конечно. Но легко догадаться и запомнить. Вот, ну, вот это же огромный автомобиль. Огромный, 20 тонн, который больше. Вот он в поле сломал. Да там деталь весят столько, что водитель просто не поднимет. И как его ремонтировать в поле. Поэтому их и разрешается тащить куда-нибудь на ремонт. Ну, вот он в поле сломал. Понимаете? Ну, логично. Фуру можно как измечение. Как, например, два трасса, это же автопоезд. Можно буксировать на жесткой шляпке. Исключить. Ну, и еще раз мы напоминаем. Нельзя буксировать одноколейное транспортное кресло. Ими нельзя, и их нельзя. Неустойчивость. Одноколейное транспортное кресло можно буксировать при цепле промышленного кресла. И уже на, нет, в четвером транспортном кресло говорю. Матредом разрешается буксировать, лево-цепле промышленного кресла. Вот такой вопрос есть. Ну, а теперь время есть. В 15 неделе вам расскажу про цепление, которое мы должны должны создать мать. Ну, там было все в попыхах. Мы там стеснялись, боялись. Ничего не понимали. И там в вашем ошибке есть пикмедаль. Это что? Это называется класс. Это педаль подачи топлива. Когда вы нажимаете на педаль подачи топлива, вы увеличите топливо, количество его, послаемо в двигатель. Естественно, топливо становится больше, взрыв больше, мощность двигателя увеличивается. Число вращений двигателя тоже увеличивается. Ну, вы поехали быстрее, и он стал сильнее. Отлично. Это вы, да? Это кто? Нажимаете на педаль подачи топлива, сзади загорается ровночки, и блокируются четыре кольца. Это вы останавливаете. А вот это вот странная педаль, называется сцепление. Причем вот это нажимаете только правой, а это только левой. Ну, кто-то однажды сказал, вот, и педаль, и коп, и ноги две. Нет, ну, что я понимаю, сцепление. Две. Так вот, перечислил машинку. Мы про питатель сцепление поговорим. Что же происходит? Вы знаете, я в курсе, что вам все рассказали. И так, в машине есть двигатель. Ну, стематично, да? И перед двигателем есть вал. Он называется коленчатый, кроме чьей-то вот такой. Ну, явно и к своему роду. Это двигатель. Наша задача его раскручить в тот вращающий момент, через каким-то образом передать на колеса, чтобы они добрались. Вот, кстати, здесь машина. Не знаю, как вот, там была машина. Он должен был вас, ваш, показать, как правильно сидеть. Руки где должны быть на 2 и на 10, если это часа покажется. 2, ну, 14, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 20. Вот так вот, как угол. Все, а не так, не так, не так, 2, 10. Там даже не находиться, насколько вопрос есть. Не находиться даже на руке, не в руле, а там есть. Понятненько. Но, может быть, полусогнутая, да, да. Кинка, сидушка, 90-100 градусов. Ты должен был рассказать, показать. Как устраиваются зеркала, и так далее, и так далее. Это все его, вот и за все ручки, и так далее. Все, он выселен, правильно он показался. Сказал, и говорит, ну, ты двигаюсь, да. Оп, умею. Ну, это ключик, да, зажигание. А что такое? Это вам ключик. Если есть ключик, значит, есть что? Замок. Замок тоже называется замок зажигания. Сидайте в замок, как обычный ключ. И он говорит. Видишь там внизу две кидати? Я тебе уже про одну рассказал. Про сцепление. Нажми ее. Ну, ее нажимаете. Пол прямо, да? Или нет? Вот. Так, мы ее нажали и полу делали. И он говорит, давай ключик, давай замочек. И крути. Вы начинаете крутить. Причем этот оборот, вот это дрожание автомобиля, оно не сразу. Там долго, да, если потихоньку, да, крути, долго, долго. И потом, когда машина начинает дрожать. Почему тут такой оборот большой для этого дрожания? Потому что, когда вы его вращаете, замок там очень сложно зажигать. Там очень много проводов. Вы замыкаете там электрические цепи. Ну, самое главное две. Первое. Вы готовите топливо. Посылаете топливо в двигатель. Включаете топливный насос. Он начинает качать. Из бака двигаете бак сюда за задний. Второй щелчок. Вы готовите систему зажигания, которая потом это топливо одержит. Следующий там есть такие, они шли от нужных моментов. И только третий момент, да, там, третий от себя взрывается, она начинает машина дрожать. Почему она дрожит? Знаете, нет? Не знаю. Нет! Что это такое маленькое? На одной стороне двигателя находится электрический двигатель, который называется электритарикодвигатель. Он называется на буклочку S. Требо по Т. Старт. Дирстарт – это начало. Вот. В нем тоже есть вал внутри. Естественно, если он электрический, то он вращается с электричеством. Правильно же, да? А где в машине электричество? Где-то там электростанция, блин, там атомная. Где? Что? Где электричество в машине? Аккумулятор. В аккумуляторе. Где там машинки? Ну, нигде там. Под капотом стоит аккумулятор. Постоянным током, естественно. Постоянным током, естественно. Это, который с бюджетом в плюсах, минусах. Переменные – это туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. 50 раз. То есть, 20-50 герц. И где-то 6-й класс. Ну, ладно. Естественно, есть провода, которые… А что смеетесь-то? Что-то смешно. Вы знаете, почему я стал электромехаником? Я инженер-энформехаником. Знаете, почему? Вы не поверите. Меня всегда в детстве убивала такая вещь. Во-первых, почему у трамвая один проволок, а у трамвей будет со дван? И почему и майндингов? Почему я нажимаю на третий этаж свой, на лифт, и он приезжает на третий? Не на четвертый, не на какой-то… А на… Где эта думка? Думал-ка эта. Да, я говорю, я говорю, пап, почему на третий? Откуда он знает? А он мне не мог ничего ответить, потому что он этого не знал. Я просто говорю, как? Почему трамвей в господовом проволокам? Маленькую. Я же не знал, что есть второй трамвай. Трамвай-то одежда был, знаете, да? Ну, а есть второй. Но ты же вам-то ребенку было объяснить. Там плюс и минус. Ну, трамвей-то понятно, классно. Ну, интересно было. Я до сих пор нормальному человеку, даже ученому невозможно доказать, что это вот кто. Вот движение там заряженных электронов. Что фигня? Непонятно. Что вообще непонятные вещи? Ладно. Так вот. Крутите, чик. Оп, что его подвижало, вот видите, бак, это что? Чик. Так вот, готовились свечки, чтобы его поджечь. И третий щелчок вы замыкаете цепь. Электрический, что посылаете, кто вот этот двигатель. Ну, знаете, остатки. На нем есть на валу шестереночка. Вот если отсюда смотреть, я покажу. Ой, ну, это же так интересно. Гениально придумал кто-то. Я всегда уж, когда об этом думаю, блин. Конечно, я вам расскажу за 15-20 минут то, что мы изучали в институте год, два и три. Знаете, тогда это все это. Мы уже сокрутили материалы и все прочее. Вот отсюда рассмотрим. Вот тут вот такая шестереночка. Маленькая. Вот так двигатель. Где тоже есть вал. И уже большая, не здесь цеплянная. Вот она. Не здесь цеплянная. Маленькая. А? Ну, шестереночек. Крутится это сейчас и раскручивается двигатель. Мы за цепь электричество замкнули. Вращается двигатель. Ну, как фен же. У него тоже плохо включается, но вращается. Естественно, здесь зацепление. Едет через зубчики. Крутится в стартер. И раскручивается двигатель. Вот это держание есть. Не забывайте, что у вас в полу вот эта педаль. Сцепление. Ну, вы всегда замучите машину. Нажимаете на педаль сцепления? Нет? Обязательно это делаете всегда. Я расскажу потом почему. Вы нажали, еще не знаете, зачем вы ее нажали. Ну, сейчас вы уже знаете. Вы нажали на педаль сцепления. Да? Топливо, зажигание. Раскручили двигатель. И на каких-то оборотах, оботеленных. Зажигается топливо. Начинается там взрыв. И потом вы снимаете ключ, он уже вращается сам. Почему? Все. Вы завели его, то есть. Подожгли топливо. В нужный момент. Все. Вращается двигатель. Трансмиссия. Ну, очень сложная оборудование. На самом деле. На самом деле, на деталь коробка передач. Из которой в салон торчит вот эта штука. Да? Вот эта штучечка, да? Да. Причем вы заметили, на ней в салоне началась схема. Там, правда, вон, 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 вон. Как вы думаете, что внутри из коробки передач? Шесть. Шестеренка. Там куча шестеренок. Ну, как куча? Ну, штук шесть-семь. А количество передач? Первая, вторая, третья, пятая, шестая, семья, десятая, двадцатая. Нет, ну, чаще всего пять, еще шестеренка. Шестеренки, для чего они там? Для велосипедов все ездили? Видели шестеренки в велосипедах? Ну, там скорость чем меняет? Включаете маленькую шестереночку, медленно ездите. Побольше, быстрее, еще больше, еще быстрее. Даша, ты ездил на велосипеде с шестеренками? Ну, с приключением передать. Нет, серьезно. Я серьезно спрашиваю. И видел это все, да? Вот ничего там шестеренки. То есть это называется передаточное число. То есть ты меняешь количество дубчиков в шестереночке, от этого меняется скорость. Маленькая шестереночка, медленно ездишь. Ну, или наоборот, там, смотри, как, где еще стоит. То есть от количества тех дубчиков в шестеренке меняется скорость. Так что там есть маленькая, побольше, еще больше, еще больше, ну, там количество передач. Вот здесь на ручке. Там нарисована схема включения передач. Здесь, ну, что начинается будет с первого. У вас, он потренировал, наверное, да? Ну, или ничего не заводили. Он говорит, вот, это ручка, которая называется, ручка переключения коробки передачи. Переключение передачи. Первое. Ну, там, на себя. Вперед. Первое. Напротив, второе. Правильно же, да? Ну, так же у вас, да? Первое. На пункте второе. Есть еще такая понятия, как нейтральная передача. Это когда не включена никакая передача. Обычно ее проверяют так. Снега направо. Туда-сюда, туда-сюда, значит, ничего не включено. Это называется нейтральная передача. Ничего не включено. И когда эта ручка стоит, либо не тронутая, да, не включена, то она стоит как раз вот здесь. И когда вы ее просто толкаете вперед, это будет третье. Напротив, четвертое. Потом от себя вперед, это будет пятое. Ну, а напротив пятой, рез. Задняя передача. Ну, тогда вы должны были, там, пять-семь минут потратить, чтобы потери на вас включать. Ну, так, для примера, чтобы вы поняли, зачем это. Так вот, когда вы эти передачи стоете, там, включаете, то вы включаете эти звездочки. Ну, дело в том, что мы же говорим про сцепление. Как вращающий этот момент двигатель, работающий, передать на колеса, чтобы они поехали. Ну, для этого коробка передач. Вся гениальность вот в том. На конце коробки передач, который вращен в двигателе, установлено точно такой же диск вот, как этот, на дневнике. Точно такой же. Сейчас двигатель вращается. Вот, замерили нашу. Этот статичный, стоит. Но он подвижен. Вот когда вы нажимаете на педаль сцепления, его сцепление выключается. То есть, он прячется сюда. Кожу такой специально, подвиженную. Вот, это диск подвиженную, которая на коробке. Нажимаете на педаль, он щип, прятался там внутри. В это время мы привели машину. Дорожит, да? Он говорит, ну, ты поехали. Вы на себя, вперед. И он вам говорит, ну, а теперь, пожалуйста, поднимает ногу так. Включая сцепление, вы начинаете его очень медленно поднимать. Правильно? Да, что там сто раз может заглопнуть. Почему потом вам понятно, почему. По стороне. И вот этот диск, откуда выплывает, с того, как передача, очень медленно приближается к этому крутящемуся. 900 оборотов, а здесь он имеет ноги. И в какой-то момент они соединяются. Очень медленно соединяются, там уходит, касается. И вот как только первое касание произошло, ваша машина начинает ехать. Все, потом они сцепились полностью, и вы едете, ну, сколько там, ну, 10-20 км в час, меньше на это. Но вы едете, все, вы включили сцепление, соединяете диск, вы едете на первую передачу. Все, поехали. Хотя быстрее поехали. Ну, чуть газку поддали, да? Там еще движение есть, что поднимаешь ногу одно, одно, а другое давишь. Ну, мы сейчас не об этом. Да сколько куча. Можно и без газа попробовать. Я всегда, вот первое движение, я никогда не дам себя. Только за холодную машину, все не надо, потому что повышенные обороты, не надо. Ну, это уже потом привык. И мы уже отдали браслет. Приняли ногу, коснулись диски, и мы поехали. Ой, я еду, я еду, я еду, я еду на машине, с первым разу, разу. Ну, значит, так медленно едешь. И медленно едешь, чем больше бензина в нем. Двигатель-то крутится, а толку-то едет, 20 км в час. Давай быстрее. А как? Вы на газ это давите, там такие обороты, нет. Надо звездочку поменять на вторую. А для этого надо что? Эти диски разъединить, иначе его уже не тепло измечает. Вы опять чик, нажимаете на бедаль субъема, разъединяете диски, наборте вторую. Уже быстрее можете поднимать ногу. Все, мы уже поехали 30 км в час. Ну, плюсик. Да? Тут, первую передачу включили и резко подняли ногу, эти диски очень быстро соединились. Она-то дернется, машина, но у нее не хватит сил. Вы весите, сама весит, он весит, и он напился на две части. Она бы поехала, но не в состоянии. Вот она глухнет почему? Ну, то есть силы хватает. Чисто. Силы у нее нет. Поэтому разгонять ее нужно медленно. Вот о чем. Он вам так объяснился? Да. Так же, да? По-другому не я. По-другому не как. По-другому не дели. Надо, наверное, мне отчетить, что это как-то вложить в доказательство. Это дело в том, Настя, что это я прозевал. Я вам должен был. Вот сцепление. Я должен был. Я почему-то думал, что я вам рассказал. Мне сейчас 6 групп, я просто для себя уже потерялся. Дело в том, что я никогда не делал. Я верил. Я не тот человек, я просто... Именно про сцепление. Все остальное там ерунда. Где кнопки нажимать, это фигня. Как раз. Где там брызгалку, где там грузчетку включить, это фигня. Бог понажал, и все на работу. Зачем тебе знать как? А вот что такое сцепление? Нет, мы не будем говорить вообще, что это сцепление, как оно помогает, с плашной дороги, торможение двигателя. Зачем будем говорить, о чем он хочет? Ну вот я хотел всем... И так делал всегда. Когда человек приходит, не может. Нет, он обязан тоже. Точно так же. Но не могут быть в ППХ, быстро там и так далее. Да. Да. Конечно, конечно. Хотя бы он должен потратить первый час именно на это. Вот. Но все равно, все равно, я тоже, как теоретик, он должен был это рассказать. И когда человек приходит, я же знаю. Говорю, ну как там, при этом, пришли мои, как у них сцепление? Говорю, ну так они все знают. Хорошо, мне ничего не надо объяснять. То есть, они понимают, о чем это. То есть, что будет придачь сцепление? А вот, когда я его нажимаю, я его выключаю, разъединяю эти диски какие-то там внутри. Один вращается, когда завели машину, выставить на месте, насоединить, как? Я разжимаю их сначала, потом включаю передачу, звездочку, и постепенно приближать этот диск. То есть, когда у вас это есть понимание, о чем речь, все, вот, нажимаем на ту левую педаль. Хорошо. Заводи машину. Чит, заведем. Теперь давайте руку, а что еще? Вот. Ну, поднимай, медленно, медленно! Все. А почему медленно? Как надо! Да потому, что если быстро, плев, все, вы заглубь. Нужно очень медленно. Ну, настолько медленно, чтобы потом тело запомнило это, физиологию. И вы поняли, в таком. Беда еще вот в чем. Вы поднимаете ногу, да? Ход педали у всех машин разный. Вот вы начинаете пола поднимать, и ножа соединился. Так настроено. Бывает, это у вас соединительный. Похоже всего, когда в конце. Это вообще капец. когда садишься в машину, и, пожалуйста, сделай ход педали на... А я уже привык. Ну, блин, это ненормально. Уже у бороды, она говорит, что, сейчас поехала. Вы, что, это же не нормально, что за бред? Ну, привыкаешь, да, вот почему нужно сдавать экзамен на машине, на которой учатся. Именно привыкаешь к ходу педали. Всех, всех тех. Пусть он даст там, везде практически одинаковый. Это нет. Тормоз, и особенность сцепления, привыкает нога. Поэтому студенты катаются и стараются, ну, стараются, сдавать экзамен на машинке, на которой не за месяц. Понятно, что это сцепление? Кто придумал? А теперь смотрите, есть коробка передач, мы будем они говорить, автоматически. Нет, вот это сцепление. Как там все происходит? Там тоже, там все то же самое, только вместо левой ноги, там компьютер, у которого он следующий. Вы завели машину, ставите на положение драйв, драйв, движение, да, и вторая педаль газа, нажимаете на газ, и машинка поехала. Там заединились, вот только завели машинку, там уже, там уже сцепились. Сцепились. В принципе, вы даже можете отпустить тормоз, и она поедет. Ну, вы же, ну, не хотите пока ехать. Вы завели машину, на тормозе ее держите. Отпускайте тормозе нужно потихонечку, может, мешать. Уже сцепились сами. Потом, вы нажимаете на педаль газа, и поехали быстрее. Едете, и где-то на скорости 20 км в час, там компьютер, что делаешь? Нажимаешь на педаль сцепления, разъединяет их, и выключает автоматически с другой звездочкой. Компьютер. Доехали до 40 км в час, там от скорости. Компьютер сработал, о, 40 км в час, человек хочет же, да, больше ехать. Он нажимает на педаль сцепления, дальше-дальше-дальше-дальше. Ну, это все. Ну, это сложная система торопсопередачи автоматических. Но, сомн, он у нас стоит полмашины. Ну, потому и дороже. Потому что удобнее, комфортнее, конечно. Ну, это все так. Но есть люди, которые вот без этого не могут вошли. Я друг, друг. Сегодня, я вот, в любых словах, ну, там вообще автоматов этих, механики нет вообще. Нет, японцы вообще очень легко используют себя. А есть люди, которые хотят, в этом полгода, там, заказал автобус, там, для семьи, все с автоматами. Нет, я никогда не... Я тоже пешком ходил. Ну, вот он не связан с автоматами. Ну, вот такой. Ну, и, да, конечно, она разгоняется быстрее. Она рвет быстрее, чем автомат, безусловно. Но зато он тут все время это вот так. А ему нравится. А дочка мне говорит, пап, я на каблете купил этот автомат. Я привыкла, говорит, дома. Ну, там, на автоматику. Ну, в общем, автоматиками. Ну, это уже другой вопрос. В России можно учиться на автомат, можно на механику. Нет, я такого не знаю. что-то тебе подарили машину, блин, Мерседес такой вот ступень. И все. Продолжение следует... Продолжение следует...